Всем привет и друзья! Меня зовут Игорь Четвергов. В этом мире я известен как организатор соревнований и небольшой путешественник. Поговорим мы с вами сегодня о легкоходстве и о легких вещах. Новое тысячелетие подарило нам много различных замечательных материалов. Весь мир крутится вокруг одного в любом виде спорта и занятий. Снижение веса. Легкоходство в туристической среде стало отдельным видом туризма. Но и в наших традиционных занятиях, например, в водном туризме, есть почитатели данного направления. Снижение веса это самая простая идея. Если, например, мы берем рюкзак из 500-й кордуры и рюкзак из материала x-pack, то логично, что второй рюкзак будет гораздо легче. То же самое мы можем сказать и про посуду, и про палатки, и про спальники, и про все снаряжение, которую мы берем с собой по ходу. Но помимо снижения веса, все это легкоходство преследует еще одну самую, наверное, главную свою идею. И она становится самым важным элементом. Это функциональность изделия. Изготовление изделия не только под определенные нужды, но и под определенного человека. С точки зрения назначения. Если у нас задача пойти на Валдайскую тропу, то мы теперь берем максимально легкий рюкзак 60 литров, верх из тонкого материала, низ из толстого материала. Но если мы пойдем на плотопу таран на три месяца, то, скорее всего, мы возьмем более большой рюкзак из более плотного материала. С точки зрения функциональности человека, теперь каждое изделие практически индивидуально. Как вы подбираете одежду, теперь мы также подбираем снаряжение. Если говорить про наши любимые рюкзаки, теперь у каждого изделия есть размер. Поэтому вам не придется тащить лишний материал на своей спине. Поиск функциональности, как для назначения, так и для человека, придает изделию порой действительно космический, футуристичный вид. Казалось бы, нам уже непривычно видеть рюкзак без огромного количества регулировочек, веревочек, сявочек. Но сейчас это стало настолько необходимым, что порой в конкретном назначении мы эти вещи начинаем отбрасывать. Нам, например, на Валдайской тропе не нужно крепление для льдоруба, а нужно облегченное крепление для трекинговой палки. Помимо непосредственного снижения веса и продуманности вашего снаряжения, в вашей голове должна жить еще одна главная идея – не брать ничего лишнего. Это самое главное правило легкохода. Обилие различных кармашек, затяжечек, регулировочек и самая эйфория перед новым путешествием позволит вам запихнуть в ваш рюкзак практически все, что у вас есть. Но остановитесь на секундочку, подумайте, надо ли это вам оно и даже не надо ли, а нужно ли оно вам в вашем походе. Не то, что можете взять, а то, что будете использовать. Именно то надо положить в свой рюкзак и наслаждаться тем видом, который у вас перед глазами. И вот с этими маленькими тремя правилами мы постараемся сейчас поехать в велосипедный поход. Какой велосипедный поход, скажете вы. На улице выпал снег, температура ниже нуля, но конечно же мы поедем куда-нибудь на юг, где температура воздуха еще доходит днем до плюс 10, ночью где-то в районе минус 5-7 градусов. Это нормальные условия для велосипеда, особенно для гор. Поедем на юг. При езде на велосипеде на вас надето ровно то самое велосипедное, что на вас есть из известных брендов. Все, что касается рюкзака, мы соберем в сплаве. Для передвижения на велосипеде, казалось бы, совершенно неважно выбирать самое легкое снаряжение. Ведь вы же повесите его на раму велосипеда. Но, с другой стороны, потом вам этот велосипед надо будет поднять на какую-нибудь гору, либо пригорок, либо застрять с ними в песках, либо в грязи. Там вы почувствуете все граммы вашего непосредственно велосипеда и снаряжение на нем. Итак, какую палатку возьмем? Однослойную, двухслойную или, может быть, обойдемся тентом. Скажу сразу, тент вам точно пригодится. Если вы путешествуете поездом на юг, то тент – это самый легкий и доступный вариант упаковки вашего велосипеда в багажное купе вагона или для помещения его на верхнюю полку в вашем купе. И здесь совершенно неважно брать силиконовый тент самый легкий. Его будет просто очень жалко. Возьмите самый обыкновенный тент 3х3, заверните в него велосипед и поместите на полку. Когда вы приедете непосредственно на место назначения, вы просто тент убираете в чехольчик и подвешиваете на раму велосипеда двумя стрепами. Остается же вопрос – однослойная или двухслойная палатка? И, конечно же, могу сказать, что спать и восстанавливаться лучше всегда в двухслойной палатке. Но главная задача теперь – не утащить лишнего. Самым легким двухслойным укрытием в велопоходе будет являться ВИК-1. Что касаемо веса – это всегда меньше килограмма. Главным преимуществом является отсутствие дуг. Казалось бы, дуги, куда девать их на велосипеде? Они такие громоздкие, неудобные. Но и бог с ними. Самое главное – мы отсекли лишнее. Правда, перед нами теперь есть задача – найти красивое раскидистое дерево. Вот такое легенькое, компактное укрытие. Теперь то же самое постараемся сделать с нашим спальником – всегда более объемным видом снаряжения. Как теперь сэкономить на спальнике? В плане веса, конечно, а не в плане денег. Здесь всегда будет две точки зрения. Кто-то будет ратовать за синтетические утеплители, кто-то будет говорить про пух. Синтетика, в отличие от пуха, меньше намокает, поэтому она более подходит для длительных зимних походов. А пух, если вам жарко, расчердите просто молнию на нем. Перед нами спальник «Сплав Гравитон Комфорт» – 800 грамм. Начинка – 850 пух, вес – 800 грамм. Отлично поместится в вашу подсидельную сумку, куда вы добавите все ваше ночное сонное снаряжение. Итак, у нас 1 килограмм палатки – грубо. 1 килограмм спальник – 800 грамм. И берем коврик – 500 грамм надувной. Итак, перед нами коврик «Хайлайт». Надувной с утеплителем «Эрвалуя» 2,8, толщина 5. Отлично подойдет к вашему пуховому спальнику и холодному летнему синтетическому. Если мы уже говорим про надувные коврики, то, конечно же, надо сказать одну штуку. Не забудьте с собой взять ремкомплект и выбирайте тщательное место для того, чтобы его положить. К сожалению, южные акации вам не подойдут. Если мы уже начали про сон, то ваш сон будет гораздо глубже и теплее, если мы нормально покушаем. Котелок не простой, а с радиатором. Не под все горелки это может подойти. Но если у вас есть вот такой замечательный переходничок, то ваша маленькая горелочка превращается в полноценную систему приготовления пищи, которая позволит вам сэкономить весь газ, который у вас есть. Весь этот комплект всего лишь 400 грамм. Но если хотите совсем сэкономить вес, берем замечательный котелок из титана. 130 грамм. Туда помещается наш замечательный баллон и спокойно запаковывается в любую сумку. И получается у вас 300 грамм на все 4 дня путешествия. Чем хорош титан? Титан это про первое правило замены веса. Титан легче, чем алюминий. Здесь мы тихо, спокойно варим супы, готовим каши, ничего не подгорает. Ну и в дополнение отдельно накипятим здесь чай или кофе. Кружка титановая. 72 грамма. И это полноценный набор на 4 дня. Не забываем про то, что нам надо чем-то еще есть. Самый хороший вариант, естественно, посуда из титана. 25 грамм. И у вас есть замечательная ложка на все времена. Простите, 19 грамм. После того, как вы покушали, вам захочется провести какое-то время на природе. Походить, погулять, пофотографировать. Сейчас уже практически зима. Поэтому вам точно необходимо легкая пуховка. На 800 пухе. Чимган. Максимально легкая. Из легкого нейлона 20 диньет толщиной. Легкая пуховка отлично сохраняет ваше тепло, когда вы не крутите педали. Когда вы ходите в своих замечательных шлепанцев по красивому озеру и при этом не замерзаете. Для хранения у Чимгана есть замечательный мешочек. И весит это ровно 292 грамма. Отмечу, что эта пуховка вам нужна будет не только для того, чтобы провести время вечером, а возможно, чтобы тихо, спокойно спать в более холодную погоду в вашем спальне. Самое главное свойство куртки Чимган забыл вам сказать. То, что практически мало у кого встречается. Это замечательная эластичная манжета, которая анатомично закрывает вашу руку. Туда не проникает холод, туда не проникает ветер, когда вы едете на скорости. Даже если на улице плюс 5, вы все равно оденете пуховочку. Это же самое замечательное, что может быть вечером около костра. Сидеть в пуховке, пить кофе, наслаждаться видом. Если мы заговорили про пуховку и про вечер, и про сон, помните, что мы к спальнику запихнули целый комплект термобелья. Термобелье из плотного толстого полиэстера 240 грамм на квадратный метр. Рассчитано на холодную погоду и на низкую активность. То есть, в принципе, если будет минус 20, то вы в нем спокойно можете крутить педали, а так оно отлично подходит для вашего сна. Все это дело есть в мужском и женском исполнении, а также есть такие же замечательные теплые носки. Именно на сон. Не забываем о том, что ноги замерзают быстрее всего. Если же вы совсем мерзлявый человек, для всегда есть у вас пуховые чуни. Казалось бы, это вещь для зимних походов, для зимних лыжников, но они настолько компактные и легкие, что вы можете взять спокойно в межсезонье и также наслаждаться хорошим, замечательным сном. Тем более, если вы сэкономили на спальнике, на весе, то это будет отличным дополнением. Одевайте шапку перед сном, как чистите зубы перед сном. Напоминаю, что мы едем с вами в велопоход. Вы, наверное, уже забыли совершенно. Мы едем на юг. Там сейчас температура средняя 0, плюс 5, может быть, плюс 10, ночью минус 5. Поэтому, скорее всего, вы немножечко будете замерзать. Поэтому мы должны всегда найти в нашем снаряжении три слоя. Первое – это, соответственно, легкое влагоотводящее термобелье. Двухсотая – флиска. И сверху – мембранная куртка. Сейчас все по отдельности. Базовый слой. Тонкий, легкий, влагоотводящий. С гридовым рисунком внутри, который позволит собрать всю влагу с поверхности вашей кожи и передать дальше к флиске. Второй слой – флис. 200 грамм на квадратный метр. Также с гридовой структурой. Отлично передает влагу и ваше испарение дальше поверху и при этом сохраняет ваше тепло. В любом походе должна быть у вас куртка. Трехслойная, мембранная. Данная куртка-минимум весит всего лишь 324 грамм в 50-м размере. Водонепроницаемость – 30 тысяч миллиметров. Паропроводимость – 40 тысяч грамм на квадратный метр за 24 часа. Кажется, отличный вариант. Главными преимуществами этой куртки является то, что у нее, соответственно, облегченный верх, влагонепроницаемая молния и два туристических кармана. Знаете, в этой куртке, она более велосипедная, нет вот такого кармашка. Есть вот нагрудный кармашек. Туда кладем телефон, деньги и ваши замечательные пару банков, чтобы их всегда сохранить в тепле. Самое главное на велосипеде – защитите руки. На скорости 20 км в час они замерзают очень сильно. Для легкой погоды, для температуры плюс 5, отлично пойдут перчатки сектор. Они имеют, соответственно, противовибрационные накладки и плотный верх. Если температура ниже 5 градусов, одеваете утепленные, непродуваемые перчатки. Только при таком условии вы не замерзнете. Знаете, через ладони уходит до 30% тепла от вашего тела. Друзья, данный сет позволит вам тихо, спокойно ехать в путешествие велосипедное. И, пожалуйста, не таскайте с собой лишнее, потому что, если вы загрузили с собой лишнее, вы увидите меньше всего на маршруте.